Продолжение следует... Коллеги, добрый день. Итак, наш доклад состоит из четырех частей. Первое – это введение, затем рефлексия некоторых оснований, то есть допущений, на которых мы строим наше решение. Далее – само предлагаемое решение, третье. И четвертое – это подведение итогов и ответы на вопросы, если они будут у слушателей. Итак, введение. Актуальность проблематики. Тема дальних полетов в космос становится вновь актуальной на фоне больших геополитических перемен в настоящее время. И на фоне таких возможностей с полетами в дальний космос появляются также интересные возможности для отработки новых технологий, в том числе и констинентального типа, то есть технологии для работы сознания. Именно вот на фоне экстремальных таких проектов мы можем коснуться чего-то такого нетривиального, к чему раньше у нас подступов, может быть, и не было. Требуются новые подходы к проблематике психотехнической подготовки космонавтов к полетам в дальний космос. Так как отсутствуют прецеденты таких полетов в прошлом, соответственно, и нет подтвердивших свою эффективность программ психотехнической подготовки для этого. Мы находимся перед нетривиальной задачей, для которой еще не было развернутых и опробированных на практике решений. Я здесь подчеркиваю, что речь идет именно про полеты в дальний космос и психотехническую подготовку испытуемых космонавтов именно к полетам в дальний космос. Здесь я бы коллегу добавил еще, когда мы говорим о дальнем космосе, имеется в виду не межзвездные перелеты, а, безусловно, полеты между планетами Солнечной системы, но за пределами движения по орбите вокруг Земли. То есть, грубо говоря, назовем это околосолнечными перелетами. Так точно, спасибо. И мы также считаем, что такой вот новый подход к разработке комплекса психотехнической подготовки должен учитывать не только прогнозируемые, но и непрогнозируемые экстремальные условия, причем не только во внешней среде, в которой оказываются космонавты или могут оказаться, но и в восприятии, состояниях, в целом, в сознании таких космонавтов, которые будут участвовать в этом. Это вот что касается актуальности проблематики и новых вызовов к такому комплексу психотехнической подготовки. Далее о тех основаниях, из которых мы исходим, те допущения. Допущения о возможности новых пси-органов и когнитивных инструментов, которые будут как раз-таки полезны во время таких больших космических полетов. Мы здесь используем понятие пси-органы, так как оно определяется в работах Бахтиарова Алига Георгиевича. Причем мы здесь затрагиваем как и те известные пси-органы, которые уже есть у человека, а также вот у испытуемых космонавтов, так и новые пси-органы, которые могут возникнуть или должны возникнуть как раз-таки для решения тех нетривиальных задач, которые не решаются существующим набором пси-органов, когнитивных инструментов и пси-функции на их основе. Следующее допущение – это допущение необходимости новых пси-органов и когнитивных инструментов для решения нетривиальных задач в прогнозируемых и непрогнозируемых экстремальных условиях. То есть мы здесь вот выделяем важность того, что нужно создать такой комплекс новых пси-органов не только к прогнозируемым условиям, но именно вот для непрогнозируемых экстремальных условий. И вот здесь вот возникает некоторая парадоксальность этой задачи. То есть речь идет о подготовке к некоторым отклонениям от нормативного, где сами вот эти вот отклонения мы можем даже не предполагать, насколько экстремальными, сильными они могут быть. Далее основной тезис нашего доклада о том, что эффективный комплекс психотехнической подготовки космонавтов для полета в дальний космос должен быть направлен на создание новых пси-органов и когнитивных инструментов для адаптации как к прогнозируемым, так и непрогнозируемым к экстремальным условиям. Такой комплекс начинает использоваться на Земле до полета, продолжает использоваться на протяжении всего полета, а завершается только по возвращению на Землю. Вот здесь вот есть, на наш взгляд, и такая вот интересная новизна. То есть обычно, когда мы говорим о подготовке, о психотехнической подготовке, речь идет о том, что сама фаза подготовки должна предшествовать тем процессам, событиям, для которых, собственно, такая подготовка проводится. Здесь же мы постулируем такую масштабную подготовку именно из-за того, что есть и непрогнозируемые или труднопрогнозируемые факторы, что такая подготовка, она должна продолжаться по большей части аутогенно у испытуемых космонавтов, уже когда они находятся непосредственно в таких экстремальных условиях. И возможно, что неким маркером, может быть, одним из маркеров эффективности такой программы подготовки является именно то, что она завершается именно тогда, когда уже пилоты возвращаются на Землю. То есть это говорит нам о том, что на протяжении всего полета такая многослойная программа, она постоянно используется испытуемыми. Далее, теперь о самом предлагаемом решении, то есть наш подход к разработке такого сложного психотехнического комплекса. Я сейчас перечислю несколько компонентов, из которых, на наш взгляд, будет состоять или должен состоять такой комплекс. Но прежде чем я сделаю такой обзор, хотелось бы отметить, что вся методология, вот не инструментальная часть, чуть позже инструментальная, а сама методология предлагаемого, она основана на возможности выращивания, говоря в кавычках, новых псиорганов. То есть мы здесь используем такой организмичный подход, который упоминается в том числе в работах Олега Георгиевича Бахтярова, то есть мы с Николаем Тимофеевым эту идею берем именно из тех работ и проецируем ее сейчас вот на такую задачу про создание такого комплекса сложного психотехнического. Методология организмического выращивания новых псиорганов для таких экстремальных условий. Дальше, компоненты сами, то есть инструментальная часть. На наш взгляд, это следующий перечень. Итак, первое, но не обязательно по важности, здесь надо помнить, что все они должны комплексно работать, взаимодействовать. Первое, модуль диагностики состояния сознания и когнитивных функций. Модуль оценки, дальше второй, модуль оценки и прогнозирования когнитивных отклонений. Третье, модуль аутогенного проектирования нестандартных псиорганов и когнитивных функций для ситуации повышенной неопределенности. Четвертое, модуль формирования синестезийных переживаний для калибровки процесса антиципации к ситуациям разной степени неопределенности. То есть, другими словами, речь идет о модуле для формирования предуготовленности к непознанному. Следующее, методическое пособие с инструкциями для аутогенного выполнения упражнений и заданий. То есть, разумеется, мы здесь исходим из того, что в той части, когда происходит сам полет, тренеров и инструкторов, психологов уже может рядом не быть и, скорее всего, не будет. Поэтому такой акцент на аутогенность, на возможность космонавтов самостоятельно использовать предложенный комплекс. Далее, следующий модуль это тест-тренажеры на компьютере и шлеме виртуальной смешанной реальности. Следующий модуль это так называемые консценентальные игры. То есть, игры для развития тех или иных спящих зон сознания. И такие консценентальные игры, они могут быть сделаны в разных форматах, в том числе и в компьютерных. Задача такого модуля в том, чтобы в игровом формате развивать те пробужденные, активизированные зоны сознания, развивать их таким образом, чтобы эти новые пси-органы, они не были сразу слишком специализированы, а имели некоторый диапазон вариабельности. Это важно для того, чтобы такой новый пси-орган и соответствующие там пси-функции на его основе, могли бы быть такими эластичными и подстраиваемыми для вот тех самых труднопрогнозированных условий. И в этом смысле игровые среды, они как раз и позволяют развивать тот или иной орган не сразу через его специализацию, а оставляя некоторый люфт вот для такой огранки разных граней вот этого возникающего. В том числе вот еще один модуль это командно-штабные игры для отработки процессов принятия решений в коллективе. Командно-штабные игры, да, так как это делалось и делается в военной сфере, но только в данном случае вот это происходит в коллективе тех самых космонавтов, групп космонавтов. И заключительный модуль это выполнение серии экзаменационных заданий, по которым мы могли бы соответственно оценивать эффективность освоенного. Причем экзаменационные задания они могут быть как абстрактного типа, так и приближенные, то есть быть такими имитациями возможных экстремальных условий. Вот такой набор комплекса сложной психотехнической подготовки более подробно об этом можно, да, более подробно об этом можно, если возникнут конкретные вопросы у слушателей, а сейчас я передаю слово моему коллеге Николаю Тимофееву для описания вот ситуации вызовов так называемых факторов космического полета. Да, далее коллеги мы хотели бы рассказать действительно о факторах космического полета, причем сразу обращаем внимание, что не все факторы людьми на сегодняшний день переживались, так как как таковых полетов в дальний космос не происходило, за исключением экипажа лунных Аполлонов, но длительность их пребывания в этих условиях составляла несколько суток, и вероятнее всего многое из феноменологии проявиться не успело или не было зафиксировано, потому что задачи стояли иные перед экипажами. Мы здесь исходим из определенных допущений при оценке длительности космического полета в дальний космос, а как я говорил, это полеты все-таки к планетам или по орбите вокруг Солнца. Мы опирались на данные, которые предлагает сейчас Петербургская КБ Арсенал в рамках разработки проекта ЗЕВС и ядерно-энергетического модуля «Нуклон». То есть в принципе насколько нам известно, это первый более-менее реализуемый проект планетолета, который с 30-х годов должен начать осуществлять полеты к соседним планетам Солнечной системы. Соответственно мы опирались на следующие данные, что численность экипажа у нас будет от трех до семи человек и длительность полета она может составлять от шести до двенадцати месяцев. В связи с этим мы выделили определенные факторы полета ситуации вызова, которые разделили на три большие группы. Это психофизические факторы полета, это социально-психологические факторы полета и выделили группу экзистенциальных факторов полета, которые практически не исследованы, они только гипотетически упоминаются в литературе, либо не упоминается вовсе. Но психофизически это наиболее исследованные факторы полета, они, как правило, проявляются не только в условиях космических полетов, с ними сталкиваются и другие группы. Это следующие, соответственно. Первый фактор это монотонность. То есть, грубо говоря, группа, находящаяся в условиях космического полета, на фоне практически неизменяющейся карты неба и так далее, она будет пребывать в условиях сенсорного голода. То есть монотонность, продуцируемая и скука, возможные проявления апатии, приводящие к различным невротическим, психотическим или депрессивным состояниям. Пребывание в состоянии длительной невесомости. То есть, как мы говорили, современные разрабатываемые типы кораблей, они, к сожалению, не обладают микрогравитацией и в течение всего полета, практически, за исключением маневров в районе планеты, они будут двигаться с выключенными двигательными установками. То есть, никакой микрогравитации на борту не будет. То есть, здесь есть определенная ситуация, когда человек на протяжении порядка года может пребывать действительно в состоянии длительной невесомости. Не сказать, что этот феномен не исследовался, станция МИР давала такие возможности, потому что срок пребывания в длительной невесомости составлял полтора года, но тем не менее его обязательно нужно учитывать. Следующий фактор полета психофизический, это искусственная среда обитания. Здесь у нас целый комплекс задач и проблем. Это действительно искусственный микроклимат кабины, то есть, отличающийся от земных колебаний влажность, температура воздуха и так далее. Это отсутствие на протяжении многих месяцев естественного солнечного спектра. Можно, конечно, сказать, что у нас солнце всегда за бортом находится, но это иной спектр, который на поверхности Земли недоступен в связи с отсутствием атмосферы. То есть, можно сказать, что это искусственное освещение в течение года. Это сбой суточной периодики, то есть, естественных суточных циклов и целого ряда более мелких проблем. Далее, следующий психофизический фактор, это так называемый спонтанный галлюцинос. Его выявили еще при первых выходах в космос, отечественных космонавтов. Он связан с тем, что переход из одной среды, из среды замкнутой кабины в среду космического пространства, он очень стрессогенный и, вероятнее всего, защитным механизмом сознания выступает включение неких просонных сновидческих механизмов, когда человек начинает галлюцинировать, заменяя, видимо, ему космическое пространство на что-то более понятное и привычное. Безусловно, изменение восприятия схемы тела, так как на протяжении многих месяцев человек будет лишен привычной двигательной активности. То есть фактически космонавты не будут находиться в состоянии плавания, но даже с плаванием в воде это сравнить нельзя, так как, условно говоря, вода является материальной средой, которая может принимать и передавать импульс, от нее можно отталкиваться. Как мы знаем, в условиях невесомости, в условиях зависания в вакууме, то есть в отсутствии каких-то передатчиков импульса, там невозможно даже будет двинуться. То есть, грубо говоря, зависание в центре кабины приведет к тому, что только отбрасывание гаек в стороны или потоки вентиляторных струй воздуха, они могут изменить положение. То есть это совершенно иной тип движения, с которым человек не сталкивался. И, безусловно, завершающий фактор психофизических – это частые калибровки сенсорно-моторной системы. То есть, грубо говоря, гипотеза этих частых калибровок заключается в следующем, что мы все с вами владеем определенными автоматизмами в сенсорно-моторных цепях. Это вырабатывается еще в раннем возрасте, начиная там с младенческого возраста, и закрепляется в виде автоматизмов, которые не контролируются осознающими зонами сознания. В условиях космического полета частые калибровки будут приводить, во-первых, а, к деавтоматизации, и б, к невозможности автоматизировать многие навыки. То есть, грубо говоря, осознающая зона сознания будет постоянно направлена на контроль тела и на контроль связанности вот внутри сенсорно-моторной системы. Вторая группа факторов космического полета, мы их назвали социально-психологические. Здесь мы выделили два, на наш взгляд, важных фактора. Первый – это одиночество, но одиночество именно группы. То есть, вот эта группа от трех до семи человек, она действительно будет пребывать вдали от земных пределов, и феноменология, которая возникает в такой малой группе, она, как таковая, толком не исследована, но это мы чуть позже к этому вернемся. И, соответственно, известный еще по полярным экспедициям фактор – это длительное пребывание с одними и теми же людьми. То есть, тут вопросы психологической совместимости и корректировки этой психологической совместимости на протяжении года. И следующая группа факторов, мы их назвали экзистенциальны, то есть, они действительно уже связаны с переживанием собственной сущности космонавтов. Первый, наиболее известный фактор – это действительно постоянная стрессогенная ситуация, постоянное сознание возможности быстрой смерти из-за того, что там, условно говоря, за двумя-тремя миллиметрами алюминиевой оболочки находится враждебная гибельная среда, то есть абсолютный вакуум и довольно жесткие радиационные поля Солнца. Экзистенциальная оторванность вследствие покидания всех материальных оболочек Земли. Что мы имели в виду здесь? Даже в условиях длительных полетов на орбитальных станциях, станции МИР, МКС, космонавты находятся внутри следующих материальных оболочек. Во-первых, это все-таки верхние слои атмосферы Земли, хоть они очень разряжены, но они присутствуют. Это магнитосфера Земли и это радиационный поезд Земли. Плюс космонавты сохраняют постоянный визуальный контакт с поверхностью. Здесь, в условиях длительного космического перелета, космонавты будут лишены как визуального контакта с планеты. То есть Земля перестанет быть видна, точнее она будет наблюдаться в определенные периоды в виде звездочки среди других небесных тел. И будут находиться за пределами всех искусственных оболочек, то есть фактически только технические системы жизнеобеспечения будут сохранять их жизнь на протяжении длительного времени. Провоцирование сверхнормативных психологических феноменов. О чем мы здесь говорим? В принципе, в условиях длительной изоляции, длительной оторванности от Земли, экзистенциального, сенсорного голода не исключено проявление феноменов, которые на Земле не проявляются, либо им не придается существенного значения. Здесь же в данном случае от всей группы будет требоваться самоопределение относительно этих феноменов. Причем самоопределение будет идти по двум типам. Грубо говоря, самоопределение относительно коллеги, у которого эти сверхнормативные феномены проявились, и самоопределение самого человека, у которого эти феномены проявились. То есть удержать себя от сваливания в экзистенциальный ужас, что он сошел с ума, стал иным, чужим, другим и так далее. То есть это определенный навык подготовки. Столкновение с неизвестными космическими феноменами. То есть это феномены материального плана, которые по тем или иным причинам не были зафиксированы роботизированными станциями. И соответственно, важный, на наш взгляд, феномен, это возможные непрогнозируемые мировоззренческие изменения. Это интегральный фактор, интегральный феномен, который может возникать в результате совпадения всех прочих, что я перечислил ранее. То есть говорить более подробно мы не можем о них, потому что на то они непрогнозируемые. Но в принципе вся система подготовки космонавта к дальнему полету, она должна как раз удовлетворять требования подготовки человека к столкновению с феноменологией, которая непредсказуема в условиях Земли. То есть грубо говоря, подготовка специалиста, оператора к работе в условиях постоянно неустранимой определенности и, возможно, переживаемых состояний экзистенциального ужаса перед потерей адекватности, перед страхом психических расстройств и прочих подобных событий, продуцирующих эти состояния экзистенциального ужаса. Дальше я передаю слово моему коллеге Рустам. Николай, спасибо. И здесь должен, конечно же, возникнуть вопрос, каковы те линии психотехнической подготовки, которые будут обеспечиваться в том числе и электронными, тест-тренажерами и так далее. Так вот, мы выделяем здесь три линии, которые указаны, опять-таки, еще в работах Олега Георгиевича Бахтиарова. Это объектная линия психотехнической подготовки, субъектная линия психотехнической подготовки и креативная линия психотехнической подготовки. Маленькие пояснения. Объектная линия предполагает такие упражнения, задания, которые направлены на то, чтобы человек мог управлять своим восприятием те моменты, когда само восприятие перестает быть конкретным, предметным. То есть, когда возникают фоновые, внимание расширяется до фона воспринимаемого, либо когда фигуры, более-менее, которые фиксировались восприятием, начинают диссонировать по отношению к смысловым оценкам, интерпретациям этих фигур. То есть, вот некие такие приостановки вот этих автоматичных когнитивных программ по опредмечиванию окружающей действительности. Вот умение сохранять самоконтроль вот именно тогда, когда твое восприятие становится все более неконкретным. Субъектная линия психотехнической подготовки означает, что здесь идет работа с выделением вот этого активного начала, этого «я», этой субъектности, которая должна сохраняться даже несмотря на всяческие изменения представлений о себе в тех или иных формах. И креативная линия психотехнической подготовки означает, что здесь речь идет о создании таких психоорганов, такого специфического характера для того, чтобы творчески преобразовывать одни содержания сознания в другие. Сами комплексы тест-тренажеров, они должны быть сделаны как в абстрактных средах, так и в конкретных средах. Я упоминал важность этого в связи с тем, что существует такая проблематика отработки тех или иных навыков на имитационных тренажерах, где именно из-за конкретности предлагаемых средств, то есть попытки высокой степени моделирования, происходит проблема... Так, у нас что-то в фоне, да? Некий непрогнозируемый фактор попал. Так вот, далее я сейчас упомянул о важности создания как абстрактных, так и конкретных сред, именно их сочетания, то есть не только что-то конкретно моделируемое, но еще и такие вот абстрактные среды в этих комплексах тест-тренажеров. И также мы хотели бы для примера, для иллюстрации отметить, например, два таких пси-органа, которые могли бы быть весьма полезны. Разумеется, сама разработка такого перечня новых пси-органов – это отдельное исследование, отдельная такая разработка, но мы, естественно, в нашем докладе должны приблизительно хотя бы упомянуть, на что это может быть похоже. Вот один из таких примеров – это пси-орган, позволяющий управлять восприятием времени, субъективным восприятием времени, то есть замедлять или ускорять в соответствии с контекстом. Что это позволяет делать? Это позволяет где-то человеку быстрее принимать решение, когда он находится в режиме такого замедленного восприятия, то есть для него все замедляется, хотя на самом деле его когнитивный процесс ускоряется. И так управление восприятием времени – такой вот полезный пси-орган. Также пси-орган, который позволяет сохранять субъектность при различных сильных сдвигах в сенсорном восприятии и способность продолжать решать поставленную задачу. То есть когда, если говорить совсем по-простецки, восприятие все плывет, но тем не менее ты должен решить поставленную задачу. Это вот как, например, в практиках сновидения, где, несмотря на изменчивость этой сновидчатой среды, тем не менее ты помнишь, что ты собираешься там сделать и, соответственно, делаешь это. Мы когда-то выделяли с Олегом Георгиевичем Бахтиаровым это направление как деятельность в измененных состояниях сознания, сокращенно ДИС. Вот два таких примера пси-органов для прогнозируемых и непрогнозируемых экстремальных условий. Но так как нас поджимает время, то мы уже перейдем непосредственно... Коллеги, рекламент. Да, к вопросам давайте переходить. Спасибо за интересный доклад. Коллеги, вопросы? Может быть, есть вопросы у онлайн-участников? У меня есть вопрос. Ну, в какой-то мере я уже получила этот ответ. Представляйтесь, пожалуйста. Агенка, Екатерина Коземьевна. По поводу пси-органов. В какой-то мере я уже, ну, как бы услышала ответ, но все-таки для уточнения. Это относится к восприятию. Это есть ли возможности, рассматриваются возможности расширения порогов восприятия уже в пяти органов чувств или создание каких-то новых органов чувств, которые, ну, ранний человек не воспринимал. Ну, или также вот в области произвольной деятельности. Это какие-то формы, скажем, там, новые формы мыслительных операций или новые формы какой-то моторной деятельности? Ну, почти все из перечисленного вами. Спасибо за вопрос. Здесь мы можем, да, рассматривать новый пси-орган как своеобразное что-то гибридное, например, из известного, но также это может быть что-то, что не имеет там аналогов в существующем опыте человека. Да, но все начинается, то есть активизация такого пси-органа – это, ну, как мы метфорично говорим, пробуждение спящей зоны сознания. То есть мы исходим из допущения, что в сознании есть не только те проявленные там психические функции, психические процессы, которые вот уже есть, да, организм сознания так называемые, но также есть и те области, которые еще ни в какие формы себя не проявили, а находятся в таком смысловом, на смысловом уровне. Да, вот нет у них еще форм. Соответственно, создание пси-органа – это тогда, когда такая смысловая зона сознания начинает превращаться, то есть приобретать формы, дифференцироваться вплоть до там состыковки уже с конкретной средой задачи. Спасибо. Спасибо. Коллеги, еще вопросы с зала. Меня зовут Иван, студент института РГП Минигерцена. Так получилось, что очень сильно интересуюсь реактивным движением и освоением космоса. Очень интересный доклад, большое спасибо. Спасибо. А зачем вообще сейчас нужны живые космонавты при всем обиде наших возможностей измерения и все остальное? Зачем нам нужно строить тяжелый межпланетный корабль, сажать туда космонавтов, тем более с учетом всего многообразия проблем, которые вы описали, и очевидных сложностей их решения? Спасибо. Спасибо за вопрос. Мы не рассматривали, зачем уже существуют космические программы, те или иные. Это не совсем наше прерогатива. Но раз они существуют, существует возможность исследования человека в экстремальных условиях. И вот здесь психотехническое обеспечение становится таким интересным инструментом. Здесь даже можно метфорично или поэтично даже так сказать, что этот дальний космос – это же не только внешняя физическая среда, но во время этого полета происходит и своеобразное путешествие в такой вот дальний внутренний космос, можно было бы так сказать. То есть такая связка происходит. Когда человек достигает вот этих экстремальных значений, своих внутренних процессов, вот что дальше происходит. Поэтому полеты в космос я предлагаю здесь рассматривать в двух значениях. Как во внешней физической среде, так и в мире сознания. Но здесь бы я еще добавил, что фактически можно несколько параметров рассмотреть. Во-первых, мы исходили из гипотезы недостаточности автомата в силу их специализации и функционализации. То есть они выполняют узкий ряд поставленных задач, и эти задачи по ходу миссии менять уже невозможно. В этом плане человеческий экипаж, он гораздо более вариабельный, он закрывает сразу огромный объем задач, для которых потребуются десятки автоматов. И здесь даже если с экономической точки зрения оценивать, мы не можем сказать сейчас, какая миссия окажется дешевле. То есть тяжелый межпланетный корабль или несколько десятков роботов, летящие в разные стороны Солнечной системы. Это первое. Второе, безусловно, это приобретение, если говорить метафорически и пафосно, это приобретение нового такого консистентального и когнитивного опыта человечеством. Потому что мы действительно можем столкнуться с непроявленными факторами психики, непроявленными факторами сознания, которые на Земле или в условиях околоземного пространства никоим образом спродуцировать невозможно. Ну и третий, тут, наверное, такой лемовский ответ. Лететь, потому что есть космос. Спасибо, модератор позволяет задать мне еще один вопрос. Я думаю, что к Ростому Рашеновичу обращусь, но вы как раз лемом закончили. У нас вот Олег Георгиевич присутствует здесь в зале лично. И я скажу, вы можете со мной не согласиться, насколько я знаком с его трудами. Они носят так или иначе спекулятивный характер при, конечно же, известной эмпирической базе, лежащей в их основе. И вы во многом на его трудах основываете свои предположения о том, что можно предложить космонавтам. И вот здесь вопрос. Например, художественная литература, философского толка, упомянутый вами Лем или Питер Уоттс, рассматривающий свои произведения как вообще сборник мысленных экспериментов, не может ли служить таким дополнительным, очень серьезным подспорьем, который точно так же, как и труды таких выдающих исследователей, как Олег Георгиевич, могут быть положены в основании ваших предложений? Но наша гипотеза заключается в том, что могут. Более того, часть факторов экзистенциального характера мы моделировали, опираясь, конечно, на идеи Лема, высказанные им в произведении Солярис. Здесь надо еще отметить, что я с Николаем и еще с некоторыми коллегами мы сейчас подходим к тому, чтобы разрабатывать такие новые основания для когнитивной научной фантастики. И в этом смысле моделирование вот этих экстремальных условий, оно в том числе, конечно, могло бы происходить и в художественной среде, для того, чтобы сделать такое предварительное уточнение. Да, художественное исследование, оно имеет свои ограничения, конечно, но вот создание такой научной фантастики нового типа нам, кажется, тоже будет весьма полезным. Коллеги, спасибо. Да, да, да. К сожалению, закончивается время уже. Спасибо за столь интересный прикладной доклад. Будем рады вас видеть на наших конференциях, семинарах. Спасибо большое. Коллеги, спасибо большое вам. Спасибо.